Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем цикл видео из мультиплеера Soulstorm. Ваше внимание, предлагаю бой в режиме, кажется, сам за себя, за Тао. Спонсором данной серии нас является Эндрю Панин. Поехали. Он хотел именно ФФА. Ну что ж, у нас по порядку идет еще одно ФФА за прошлым боем. Карта Морталес и снова возвращение Троя из Спарты. Против меня Йоши за Тао, Нильфарион за Космодесант. Между прочим, это тот же самый товарищ, который был в предыдущем видео, который бился за Черного Космодесантника очень долго и не сдавался. Пытался отстроиться даже у меня в тылу, и вот его второй шанс. Также Вайпер Кью-Кью за Хаос. Вот это Нильфарион был русский мародер за орков и некий Скаф 1990. По всей видимости, это год его рождения. Тридцатилетний космодесантник. Смотрим. Что тут у нас? Да как. Бой был 40 тысяч лет назад. Абсолютно его не помню, но я посмотрел, что это ФФА. Перед записью, значит, это... Нам подходит. Сегодня мы узнаем, была ли случайность, то, что проиграл Нильфарион. В предыдущей схватке лежи. Это закономерности вообще. Сколько он сможет продержаться на сей раз. Тао побежал в центр. Сразу через Крутов забирать. Ключевую точку. Это как минимум уже странно, потому что лучше это делать, конечно, невидимкой. Если у противника нет детекта, то он даже не сможет остановить захват. А Крутов-то видно. Но пока вроде все стандартно. Ничего тут. Особенного мы не наблюдаем. Орг в тече. В глобальном тече делает огромное количество генераторов. Это для того, чтобы качать точки. Ну и строит... Посты. И вот, в чем я и говорил. Пожалуйста, сразу с двух сторон начинает обстреливать Тао, которого видят. А если бы он захватывал невидимкой икс-15, то его не видно бы было. Если бы только лох не пришел бы и не бросил сюда свой авгур, либо Космар не подтянул черепок. Ну, так же, естественно, мог он использовать у культистов темное видение. Но это требует дополнительной прокачки. Вот у Нильфариона, видите, сняли. Реликт Тао Йоши. Не дал ему застроить там точку. Нильфарион вывел черепок, но уже было слишком поздно, потому что захват он сбить не смог. И теперь, видите, пытается у меня он это все сделать. И, по-моему, я не успел тогда воткнуть. Тут, видите, прямо вплотную подходит огромное количество невидимок. И, да, тут моментально идет снятие. То есть, снимают они быстрее, чем вы в любом случае, даже если уже намеренно поставите, вы не успеете пихнуть. Вот так вот, короче, он у двоих снимает, видите, реликты. У меня снимает и у... И чуть не хватило его бить совсем. Буквально какой-то доли секунды. И у Нильфариона. И затягивает нам развитие. Это была, кстати, ошибка уже с стороны Тао, так как он сагрил на себя, по сути, двоих. Теперь, естественно, Нильфарион, кого будет атаковать? Он будет атаковать Тао. Ну и я буду атаковать, естественно, тоже Тао, потому что зеркальная раса на Морталисе, это всегда опасно. Тем более, когда ты не знаешь, кто за нее играет. Ну тут опять пошли крутые. Было понятно с самого начала, что чувак совсем за Тао шарит. Он, во-первых, сделал слишком много невидимок, во-вторых, сделал целую кучу крут, в которых слил, и делал еще и вторую пачку. А в центре идет битва между Хаосом и Космодесантом, извечная борьба двух антагонистов. И Хаос, мы, как видим, тоже воспитанник Белокаменной Академии, так как делает сразу аж две турели, причем ставит их непонятно, каким образом, одну за другой, вместо того, чтобы поставить как-то в линию. Ну а выпускники Белокаменной Академии особо наглые и опасные. С их наглостью может поспорить только их мастерство. И вот теперь Йош пошел на Нильфариона. Все-таки он его выбрал своей целью. Это ошибка номер два, потому что когда у тебя сбоку Тао зеркальный, он автоматически должен становиться предметом для вожделения, для уничтожения. Так, Нильфарион в Т2, но он, видите, практически без войск играет, и у него не было, по-моему, командора. Да, он сделал только одну пачку спейс-маринов, и все, чтобы отогнать Тао. Рискованно. Ну он пошел, видать, в серых. А тут у нас уже, смотрите, третья турель. Да, это реально как минимум троечник из Белокаменной Академии. Потому что отличники-то они усвоили один урок. Если у тебя одна главка, то строй 6 турелей. Если 2, то 12. Если 3, то 18. Ну а если 4, то минимум 22. Этот парень, видите, только третий турель строит, это на троечку. Так-то, конечно, нужно было бы 6 поставить, на самом-то деле, для того, чтобы защита была предельной. И он себя чувствовал полностью комфортно, в безопасности. А тут у нас пошла перестрелка с Йоши. Естественно, я не собирался на хаос, но никакой лезть. Как я уже говорил, в ФФА главное не настраивать против себя половину карты. То, что, например, сделал вражеский Тао. Он побежал сразу на двоих. Орк пока сидит, себя никак не демаскирует. А у него ничего и нет. У него нету даже механика. Откуда он возьмется? У него и казармы-то нет. Супер опасная игра. Если бы сейчас на него кто-то пошел в атаку, ему отбиваться было бы просто нечем. Конечно, течь это хорошо, но течь без войск. ФФА крайне опасен. Я иногда это практикую, но в основном-то за гварду происходит, где вы можете из здания отстреливаться, хотя бы. Так, тут, видите, жесткая разборка была, но ни тот, ни другой не потеряли командиров. Хаос Турку надо было стоять уж ближе, если он хотел, чтобы ракетами доставало по посту. А так в итоге Космарь достает по его посту своей ракетной установкой. Активная перестрелка нашла с Йоши, но с другой стороны, как видите, врывается. Нильфарион. И нападает он, в общем-то, на Тау, понимая прекрасно, что если он выйдет в Т4 или в Т3, ему уже будет тяжело бороться. Если это будет через Кауен особенно. С улучшенной металлургией и оптикой. И Йоши теряет целый отряд своих ФВ, и второй отряд теряет тоже полностью. И только сейчас еще переходит в Т2, потому что все у него было в вальнов-крутов и невидимок, о чем я и говорил. Это уже показатель того, что парень за Тау совсем не шарит. Что-то где-то видел как-то, но не особо знает, как применять. Ну то есть, скажем так, азы теории он знает. Но на практике как это делать, особенно в бою, когда тебя жмут и прижимают, не особо соображает. А тут, видите, у нас уже пятая турель. И отличник, отличник на карте Белокаменной Академии. Это реально уже скилл. Пять турелей, ФФА это сила на Т2. Че-то не стал дожимать Мильфарион. Хотя мог спокойно он сейчас раздавить Тау, у него ничего и не было. Но он решил, что достаточно его потрепал. И лучше пускай он останется. Пускай останется, наверное, чтобы он боролся и никто не занимал его респ. Я, в принципе, мог попытаться сам удержать, но что-то его остановило. Короче, видите, он наступает назад. А центр захватывает вражеский Спейс Марин. Скаф снимает точку Вайпера. Я уже почти дострелил, видите, командный центр Кау Йона. И это значит, что через пару секунд у меня будет улучшенная дальнобойность и броня. ФВ. А Орк тем временем в Т3 очень быстро и течь, и, судя по всему, он в Т4 идет. Да, у него почти Т4, видите, закончена на 10-й минуте. Вот что этот чувак играл, видите, без войск. То есть он все вложил в экономику. Опасная тактика. Если бы его атаковали на Т2 те же серые с командирами, ему была бы крышка. То есть он ничего бы не смог сделать, у него даже казармы не было. Но ведь его никто не атаковал, поэтому он получает шанс реализовать свою Т4 экономику быструю. Ну а тут, видите, каноничная схватка идет. Смедесант против Хаоса. Теряет одну турель. Вайпер QQ. Фарион в Т3. Но он не ожидает, что у него под боком уже Орк в Т4. Судя по всему, строится слон. Из-за того, что долго ведь не выходит юнит. Да, это именно слон. Ну а тут, видите, перестрелка. Бежит. Выходит разведы у Йоши. Думал, сейчас он тут меня увидит и постреляет. Но его Т2 против моего Т3 ничего уже не стоит, потому что у меня дальнобойность дальше. И больше прокачан, чем у него. Соответственно, я еще ведь в кавере здесь сидел. Он побежал, потерял разведов, потерял почти пачку ФВ. Ну и настреливает своим Икси 25-м и 15-м. Я не отхожу, потому что, в общем-то, по премию командир отвел, а ФВ оставил. У меня уже делался эфирил и почти был за свет. Так, нападает Хаос. Видите, сыны Императора отступают. Но Т3 уже тоже. Т3 у Скафа, а у Хаоса глубокое такое Т2. Мы все турели сожрали. И, видите, он не вышел на легендарную сложность, не построил 6 турелей на Т1, на Т2 с одной главкой. Построил только 5. Но, тем не менее, отличник, отличник это всегда хорошо. Это вкусные блюда для других пацанов. Вот, видите, засветило тут невидимок. Он думал, что в безопасности, и никто его не увидит. И потерял тоже сюльпачку. Орк выбегает со своими рубаками. Скорее всего, у него бесплатный спам уже был вкачан на всякий случай. И побежал он посвятить то, где и чем занимается. Не так далеко его рубаки, видите, добежали. Летают черепки чьи-то по карте. Походу, это от Скафа прилетело. И пошел... Пошел Орк на Нильфариона. А Нильфарион-то еще только в Т3. У него был Т4 переход, видите, на 50%. Но... Он уже не успевает Лэнд вывести в любом случае. И что-то он тут-то запарился своими космодесантниками. Включает неуязвимость. Но уже слишком поздно. Он полотряд потерял, и сдох. У него еще и командир. Который... Долком-то не реализовал свой орбитальный удар. Орк Т4 включает свою ярость. Но теряет почти всех своих древних. Просто он остается все равно. Но Нильфарион в ситуации крайне опасная. Да, он начал делать витидредов. У него еще к тому же не в качестве была техника. Потому что они не могут выйти. Лимит был только... Двоечка. Серые бросаются уничтожать слона. В принципе, единственное, кем он может остановить, выходит Дредд. А тут перепрыгивает механик. С... Громилами, с нобами. Дредд их вяжет. Но слон продолжает раздавать свои главные пушки, которые наносит очень высокий урон. Плюс... Свинзомет тяжелый. И всех серых теряет. Нильфарион. Еще под древними. Неплохо мародер, конечно, его продавил. Но... Продавливает. Потому что, видите, течь. Течь и экономика. Решает. Но Нильфарион не сдается. И пошли Дредды уже из орбитуального центра. Он прокачал, видите, лимит по технике. Теперь может два Дредноута скидывать. Терминаторы, походу, летят штурмовые ближнего боя. Спейсмаринами вяжутся. И они очень быстро убиваются громилами с кришнями. Да, пошли терминаторы ближнего боя. Слона зажали. И есть шанс снова избавиться. Ну, а тут вяжется постоянно терминатора. И не получается никак у Нильфариона разобраться с древними, которые с Айболитом тут наяривают. Я сжимаю Ёши. И, в общем-то, Ёши почти уже в главном меню. С другой стороны прорывается, видите, Касмарь. Ломая просто реликтовые турки. Нету Т3. До сих пор еще у Хаоса. Вот, сложно сказать, есть ли тут Т4. Да, Т4 почти уже есть у Скафа. И прорывается русский мародер. Нильфарион грозит погибнуть. Вообще первым. Но нет, первым погибает Вайпер Кью-Кью. Потому что он просто выходит под серьезным давлением Касмаря. Видишь, что уже не может вырваться. Здесь почти все кончено. Хотя Слон... Уничтожен процентов на 80. Улучшается Библиария с рубаками. Надо было, конечно, запускать бесплатный спам. А что-то у мародера он стоит. Бесплатный спам нужно было на базу Касмарю пускать. Потому что он постоянно давил. И не давал ему что-то строить. По точкам бил, вязал тех же термосов. Ведь у него лимит был не до конца заполнен. И те рубаки, которые стоят здесь в этом свидетельствуют. Он, видать, бесплатный спам поставил. Только забыл направить на базу. То есть автоспам был, но он был не на базе у Касмаря. На своей. Тем временем уничтожен, как видите, Йоши. Который покусился сразу на двоих. В итоге снял реликты. Но на этом его успехи в этом сражении закончились. Кидает орбитальный удар. Вся раз удачно. Мельфарион и убегает его командир. Убегает его командир. И видите, как только его убивают, орбитальный удар заканчивается. То есть сразу форсунки, запальники забиваются, видать, на крейсере, с которого удар шел. Пошли танки вперед. И вот спам понесся у орка. Странно бежит. Бежит он. Такое ощущение, что... А нет, вроде нормально все. Не на скап он бежит, а бежит на Нильфариона. Но Нильфарион действует в той же самой манере, в которой действовал и в прошлом бою. То есть он не сдается до последнего. По сути. Я тут тем временем исповедую свою тактику. Уничтожил одного и стою застраиваюсь. Да, ее шлют выходит, посмотрев бой, поняв, что что-то он сделал не так в этом сражении. И надо ему еще дальше учиться. Учиться, еще раз учиться. Почти уничтожен, таки слон тут пытался его всячески исцелять. Ихилить русский мародер. Но не тут-то было. Все-таки его зажали терминатора и с дредноутом почти уничтожили. А дреддов-то количество нарастает. С последних сил бьется Нильфарион. Тем не менее, есть у него шанс отбиться, потому что остались только практически одни бесплатные рубаки. И бегает тут пачка нобов. Наслоу он уничтожен. В принципе, он мог встанить в танке. Черепок у него не видно. Бесплатный спам идет. Идет по каким-то замысловатым траекториям, пробегая через фланг космаря. А космо что-то очень тут медленно расстраивается. Но тем не менее, он захватил сторону у хаоса. Скаф. Ну, я тут тоже, в принципе, не все ведь еще застроил. Хотя я чуть позже уничтожил Йоши. Отступает русский мародер. Почти танк у него достал Нильфарион. И очередной раз показывает, что не лыком он шит. Тяжелая была для нее ситуация со слоном, да еще с кучей древних, с нобами. И у него экономика-то была, по сути, три точки. И снятый реликт. То есть он уже никак не может вывести в любом случае Ленда. Но ему тут и не до Ленда было, на самом деле. Орк чуть-чуть раньше таковал, чем у него был Т4. А так, в принципе... Ну да, завод у него, кстати, был уничтожен. Поэтому Ленд в любом случае бы у него не вышел. Не успел бы он его вывести. Ему пришлось, видите, делать дредов. И просто убирать Т4, иначе бы он все потерял. Так, здесь у нас, видите, Ленд выходит у Скафа. И он тоже особо не оторопится. Все правильно делает. То есть смотрит, где кто там. У него все-таки под боком был Орк. Ему надо было разбираться именно с ним. Хотя он, по большей части, войска подтягивает на фланг мой. Понятно, зачем. То есть если бы Орк сейчас его проатковал, а он полез бы на меня, то у него была бы уже ситуация критическая. С двух сторон он был бы зажат. А у меня все прекрасно в этом бою. То есть с одной стороны уничтожен противник, и с другой. И теперь можно уже выбирать, на кого наносить удар. Стреливает он реликт. Не видел, что там происходит, но... Думал, что, возможно, там разведы пытаются захватить. И поэтому просто бил в эту точку русский мародер. До конца боя остается буквально каких-то 15 минут. А еще осталось трое, помимо меня. Здесь начинает расстраивать экономику, видите, космарь. Но что-то он в наглую решил поставить тут уже свой командник. Как гигантский дот. И Орк агрится на него, делая ошибку. Делая критическую ошибку. Нафига он на него полез, когда у него недобитый был Нильфарион. Он сейчас мог все закончить. И освободить свой фланг полностью. И мы бы оказывались через одного друг от друга. Но он полез зачем-то на второго космаря, который был уже готов к этой атаке. В отличие от Нильфариона. То есть у него уже, видите, был лэнд. И слон не был такой имбой, как в прошлый раз. Да, у Нильфариона здесь проблемы. Он пытается захватить, как видите, своими разведами невидимыми, реликт. Чтобы вывести тоже лэндрайдер. Ну и у него было очень мало ресурсов. Чтобы сейчас какую-то там разборку вступать. А, Орк выходит. Довольно тупая атака была. Если первая была неплохая, он почти Нильфарион дожал. Хотя в его ситуации надо было дожимать. У него было Т4, а у этого было только Т3. То есть он снял у него реликт. И надо было дожимать, надо было дожимать бесплатным спамом. Зачем он полез на второго? Скафа вообще не ясно. Слил все свои войска, после чего вышел. Ибо понял, что с двух сторон сейчас будет зажат он космодесантниками. Ему уже не вырваться. И деньги-то у него кончились. На следующую атаку у него просто их не было. И я перехожу в атаку на Скафа. Я вообще перехожу в атаку на центр. И начинаю отжимать именно его, потому что он был близко к моей базе. Второй космарь там стоял. И судя по тому, что у него реликт был даже не застроен. У него были проблемы. Я не видел, что там конкретно с Орком. Он бился, но для меня он был меньшей проблемой. Кстати, этот бой был раньше, на самом деле, чем предыдущий. То есть здесь Нильфарион я только впервые увидел. Бой, который был перед этим на канале, он был вторым по счету 313. Это был 312, видите, по репке. Поэтому ни того, ни другого, по сути, я не знал. Нильфариона, ни Скафа. Но вот космарь этот более или менее, вроде как, неплохо дефится. Не получается сходу прорваться. И, в принципе, ко второму тоже не пройти. Потому что здесь, видите, дредноут, терминаторы. Но меня второй мало интересовал. Меня интересовал конкретно именно вот Скаф. У него лэнд был уничтожен. Я теряю курицу. Размен произошел. В общем-то, ну и пошли дроиды. Постепенно. Отдавливая его к реликту. Так он тут, видите, и не достроил свою главку. Притом он даже ее не убрал. Хотя осталось сопля ХП. Видать, он в шоке от того, что происходит. Что это Тао. Так сказать, его победу начинает красть в этом бою. Некий трой из Спарты. Да, трой из Спарты не зря не был сброшен, повторяю, со скалы. В свое время пару десятков тысяч лет назад. И вот сейчас показывают, что прошлая победа была не случайна. И снова против двоих оказываюсь. Ну, здесь не особо вылезает Нильфарион. На этот раз, если в прошлый раз гвардейец не лез, то Нильфарион просто было не до атаки. У него была разрушена экономика. У него толком Т4-то не было. И сейчас лезть на Тао неизвестно с каким успехом и перспективой, когда еще с другой стороны Космари мог ударить. Ему было не резон совершенно. Поэтому он делает то, что может делать. Это строит экономику. Да, в Т4 он выходит. Зачем-то строит турку. Но, по всей видимости, вот невидимок защиты. И делает пока что только вихрь. Хотя, в принципе, Лэнда он мог вывезти. У него был реликт. И более того, ведь он перебрасывает сюда своего строителя. Разведывание пробегает. Начинает захватывать резко у мародера. Кто бы мог подумать. Казалось бы, что все для него было кончено. Говорка тковала. Сейчас он уже на его стороне начинает строить базу. Тут не успевает снять в очередной раз скаф свою главку. Он ее воткнул, чтобы меня задержать. Но потом потерял целую кучу ресурсов. А я, с другой стороны, ведь я уже сбрил его посты. И начинаю обстреливать с двух направлений. Постепенно уничтожая юнит за юнитом. Но тут не все так, как видите, было просто. Потому что сидели, настреливали его снайперы. Кстати, в тот момент я их, походу, и не видел даже. Они были без детекта невидимок. Я не видел, кстати, оттуда. Откуда он стрелял? Потому что эфириут у меня был с другой стороны вообще. И вот. Появляется детект. Вторая курица пошла. Да, косячок, косячок. Тогда, кстати, я вот этого не заметил. Но они у меня все были в кавер практически. То есть урон-то он там наносил минимально. И на автореинфорс, то есть на пополнениях. Тем не менее, отступает он. Слушай, а это вообще кто был? Нет, это был скаф, это был не Нильфарион. У него тоже были невидимые снайперы. И снова оказываюсь под обстрелом двух вихрей. В прошлый раз меня в Аське расстреливали и вихрь. Теперь я расстреливаю два вихря. Тем не менее, давление, в общем-то, нарастает. Вот я эфирио подвел наконец-то. Заметил, что тут снайпы отстреливали. Но он вступил дальше. По крайней мере, до пехоты он уже здесь не доставал. И попытка скафа пробросить дредноуты, попытка контратаковать. У меня уже вторая база построена на стороне у Йоши. Остается около 10 минут до конца боя. Чуть меньше даже. 9,5. Здесь выходит лэнд. Вторая главка есть. И доп. Генератор что-то не особо строит. Нильфарион. Угарился в турели для защиты флангу, что я не мог пробросить невидимок. По крайней мере, чтобы они были подсвечены. В какое-то время героически защищается здесь скаф. Но ресурсы-то не бесконечные. У него остался всего один фланг. А я уже забираю его в сторону из-за противника хаоса вайпера. И у меня уже по сути 2 сплей на респа. Но у него только один. Ну и по ресурсам, как видите, 364 прирост. По 372 уже повлияет. 324 по энергии. И запас 6,280,100. Это очень много. Меньше, конечно, чем в прошлом бою. Но и времени на накопление у меня было меньше. Там сражение шло час лишним. А здесь всего лишь 27 минут оно идет. Тем не менее, запас был. Давить можно было спокойно. Выходят дроиды. Бегают. Командиры Крутов. Забираем себе огонь. Но я постепенно подкрадываюсь. Ближе, ближе и ближе. Но пехота нормально стрелять все равно не могла. Опять здесь снайперы сидят. Подвожу эфирила. Их почти всех отстреливают. Нормально стрелять было нельзя. Потому что вся пехота летала. Все войны огня практически были под обстрелом вихрей. С двух сторон. Анильфарион строит экономику. В принципе, я бы на его месте попытался бы сейчас ударить. Наверное. И с другой стороны, может быть, и стоило ему укрепиться. Если бы он сейчас ударил вот сюда вот мне в тыл. Пришлось бы отступать бы назад. И это бы позволило отстроиться скафу. Но в любом случае, им пришлось бы столкнуться друг с другом. Где-то в центре, если бы даже и тот, и другой попытались бы продавить. У меня уже несколько баз, видите, на главном респе. Поэтому это не играло никакой роли. В таком запасе ресурсов можно было закрыться и отстрелять с того и другого. Было бы просто дольше. Но тем не менее, ждет. Ждет Нильфарион для того, чтобы развить свою экономику. И избавиться от одного из противников. Остаться один на один. Тогда, кстати, он еще не знал, что это за трое спарта. И выходит скаф. Потеряв практически все войска и экономику свою. В общем, не смог он больше бороться. Закончились нервы и ресурсы. И перехожу сразу в атаку на Нильфариона. Не знал, что еще за трое спарта. Что это такое за Тао. В последующем бою-то он как раз пытался отомстить. Но ведь тогда у него ничего не получилось. И вот он остался последним. Он остался последним. В прошлый раз гвардеец. Его пересидел. Но в первый раз, видите, он сумел продержаться. И ничего не меняет для него эта ситуация. И сейчас оказывается под ударом с двух сторон. Я его окружаю и начинаю расстреливать. Но у него был уже определенный запас тут по ресам. У него все-таки было два респа и две главки. Но чуть-чуть ему не хватило, как и с орком, для того, чтобы поднакопить. Все ресурсы практически были пущены в постройку экономики. Может быть, посмотрите, что он там вообще поресал. Да, у него была энергия запаса полторы тысячи восемьсот по влиянию. Но против моей экономики это ничто. Десять и одиннадцать тысяч. Сбрасывает он тут терминаторов, получает сразу орбитальный удар. Но они все были под неуязвимостью. И уничтожает практически все мои ракетные танки. Выезжает у Нью-Лэнд. И отбрасывает. Отбрасывает к центру. Но всего лишь оттягивая. Неизбежный свой финал. Потому что трое из парты не остановит за космодесант на Морталисе при такой экономике. И при территориальном доминировании просто. Полкарты было захвачено, по сути. Идет еще одна курица. Очень тяжелая потеря несет космодесантник. У меня уже восполнен лимит по пехоте почти весь. По технике тоже. За исключением. Одного. И юнита. Можно было сделать невидимый танк, чтобы заткнуть эту единицу. Достает он, правда, до эфирила. И отгоняю я лэнс. Курица понятно, что уже было скорее всего отсюда не уйти. Тем не менее, по крайней мере, лэндрайдер был отброшен. От его главной базы. Чего и требовалось доказать. Но без эфирила не было подсвета. У него были снайперы и был детект. Подойти ближе было нельзя. Я не использую обычное. Он ведь сбрасывает ко мне в тыл. У него тут Черепов проехал дреда. И пытается мне разрушить центр коалиции. Сломав полноценные Т-3. Короче, я не использую разведов обычно. Потому что они бесполезны в Кауионе. Да, они дают там дальше, больше чуть, там, дальность, просвет. Но их контролировать сложно. Потому что они слишком сближаются с противником. Обычно их уничтожают в первых рядах. Занимают они, в общем-то, лимит воинов огня. Надо было лимит, конечно, делать меньше. Потому что эффективность их достаточно хреновая. Ну, да, они еще могут метку бросить, которая увеличит урон. Чтобы ваши войска сфокусировались. Ален почти разобран курицей. И не было войск ближнего боя, чтобы ее замочить. Так, она бродила, бродила за ним. Ходила, ходила. Жду эфирила. Вот он подбегает. И можно разворачивать полноценную атаку. А вот эфирила застрелить снайперами достаточно сложно. Это может сделать только один снайпер у гвардейцев. Ассасин. Снова обкладываю я здесь Нильфариона по периметру. Сбросил, наконец, на терминатору ближнего боя. Но тут уже два, видите, отряда вы обстреливают их. И они практически все погибают. Ну и отряд термосов стоит с тыла. Захвачен у него, получается, три точки застроены. Плюс четыре на базе. Ну, семь точек нормально. Пытается он строить турели. Вспоминая, по всей видимости, свои лучшие годы. Дилаками на Академии тоже. Ибо против Тао турки уже абсолютно бесполезны в такой ситуации. Но что ему еще было делать, остановить он не может. И войск у него не хватало, и не хватало экономики. Идут дроиды, орбитальный удар влетает. И сбрасывается всякий ход, в том числе отступают и снайперы, которые не могут здесь выстоять. Эфирил отлетает от вихря. Теряю еще целую кучу хп. Застрял здесь лэнд, застаненный невидимками. Пурицу убили, но и лэндрайдер тоже, в общем-то... Уедет? Не уедет? Не, не уехал, нормально. Его добил. Не дал ему откатиться. И потерял он, в том числе, и свой лэнд. До конца боя остается минута, примерно, может, полторы. Не, наверное, все-таки минута где-то. Да, даже, может, меньше. И, как вы понимаете, все кончено. Все кончено, он потерял все свои войска. Ну, остались термосы без командиров. Дредноуды разбирают уже его завод. Входят танки на базу. И что, неужели не фаре он сдастся? Я не помню, чем закончился бой. Ну, я не помню, точнее, сколько он... Я помню, что я выиграл. Тут уже понятно. Но не помню, сколько он сопротивлялся. Судя по таймеру, он все-таки вышел. Да, он прорывается с терминатором, видите, их почти всех сразу кладут. И он остается без пехоты. Он остается без пехоты, он не успевал вывести лэнд таким огнем, а и выходит. Странно, странно. В прошлый раз он боролся до конца. Но в этот раз, видите, сдали нервы и тоже вышел. Там, в принципе, а что тут особо делать-то было? Понятно, что он уже не мог вырваться. У меня была, по сути, вся карта под контролем. А у него закончились еще ресурсы, скорее всего, помимо того, что он потерял войска, он уже не мог выводить новое. Просто не на что было это делать. Вот, собственно говоря, таким образом заканчивается данное сражение. Давайте посмотрим на результаты. 2305 я набираю по армии, 1950 набирает нильфарион, 2140 набирает скаф, русский мародер 440, начал он, конечно, за здравие, но закончил совершенно бездарно. Вайпер минус 20, и 45 набирает Йоши. 294 я уничтожил, 379 нильфарион, 388 скаф, но это они моих дроидов почикали с предвестников. Как обычно, когда я играю за Тау с дроидами, противники настреливают очень много этих дроидов, прежде чем эти дроиды их отправляют в главное меню. 54 уничтожает русский мародер, 8 вайпер и 14 Йоши. 503 у меня были потери, в основном, как я говорил, это были дроиды. Но там не только дроиды, там еще и ФВ почикали, где только минуту, наверное, настреливали снайперы от реликта, которых я не заметил в пылу сражения сразу. Но в основном это были дроиды. 146 нильфарион потерял, 125 скаф, 217 русский мародер, 76 вайпер, 73 Йоши. 13 зданий я уничтожил, 3 нильфарион, 10 скаф, но тут, видите, все повыходили, особо-то и не успел ничего поуничтожать. 4 русский мародер, по нолям вайпер и Йоши, одно здание я потерял, 6 нильфарион, 8 скаф, 0 русский мародер, но он вышел, 10 вайпер и 5 Йоши. Размер армии 603 был у меня, в основном это были дроиды, повторяюсь, уже многократно. 148 нильфарион, 123 скаф, но у них в основном элита была. 231 русский мародер, 74 вайпер и Йоши-73. По ресурсам 98 у меня, 40 тысяч набрал нильфарион, прям 40-тысячный космодесантник. 31 200 скаф, 24 800 русский мародер, 10 400 вайпер и 9,5 Йоши. По технологиям 200, ну грубо говоря 200 у меня, 1200 нильфарион, 1400 скаф, 1400 русский мародер, 590 вайпер и 510 Йоши. Ну и общий счет, 95 тысяч 200 у меня, 43 200 нильфарион, 34 с половиной, 34 800 скаф, 26 600 русский мародер, 10 900 почти один свайпер и 10 тысяч набирает Йоши. 35 минут 19 секунд шел этот бой, гораздо быстрее, чем предыдущее сражение. Это был там, считайте, второй бой, трое. Они были подряд, поэтому сохранил оба ФФА, даже ник не менял, не успел поменять. То есть я сначала один бой провел, потом смотрю второй, создан. По-моему, хастом был тогда не я. И сразу же в него и зашел. Ну результаты, в общем-то, аналогичные. Концовка против двоих. Старался второго на себя не сильно оттягивать, чтобы одновременно не долбиться и с тем, и с другим. Тем не менее, от вихря я получал от обоих. И для Тао это всегда критично. Арта для них это очень плохо, когда вы играете, особенно через пехоту, в Кауионе. Если в Монткае это не так заметно, там, суки, у вас три батлсьюта, ХВ-8, плюс два танка, рыбы-молоты. То есть здесь вот это создает серьезные проблемы для комфортной игры. Ну что ж, надеюсь, что данное видео вам понравилось. И не забывайте поставить лайк, подписываться на мой канал, если еще не подписаны. Вступайте в группу ВКонтакте, оставляйте свои комментарии. Сегодня все. С вами был Крестоносец. Всем удачи. Пока. Пока.